итак ребят всем привет снова я снова вы сейчас прямо в один клик записываю ролик прямо на стриме на которую можете зайти кстати говоря вот сегодня мы будем жестко обозревать сливы сливы ненавижу сливы если честно какие бы сливы я не покупал после них только в туалет вот так вот сегодня будут сливы modern warfare 3 который выйдет через буквально три месяца через полтора месяца уже будет бета-тестирование и нам уже известны некоторые подробности например нам виден логотип так будет предположительно выглядеть логотип modern warfare 3 да да не удивляйтесь именно вот так был зелененький цвет станет красненький цвет переключаемся дальше предположительно предположительно лобби будет выглядеть вот так но есть несколько моментов люди которые эти самые сливы в интернет залили они говорят о том что юзер интерфейс игры должен быть мало отличим от текущей версии игры поэтому вот эта штука она ну знаете как вилами на воде это очень сильно не похоже на modern warfare 2 и соответственно по некоторым следующим моментам мы поймем что modern warfare 3 будет максимально близок по интерфейсу к оригинальной ну точнее к текущей версии игры переключаемся дальше это у нас скрин соответственно с альфа теста мы видим что нет вы на самом деле не видите давайте-ка я вырублю вот это и вырублю свою вебочку давайте вот так сделаем вот вы можете заметить что она практически идентична текущему юзер интерфейсу я вообще сказал что это больше похоже на call of duty mobile но в целом в целом мы видим что интерфейс точно такой же как в текущей версии игры может возможно немножко поменены шрифты и то не факт видим какие-то новые скинчики вот и соответственно shooting range там все дела видимо не проверяют урончик там и так далее но так у нас будет выглядеть примерно альфа версия игры дальше идем классическая миникарта многие люди ныли многие люди негодовали многие люди говорили спасибо большое но в м в 2 убрали классическую миникарту то есть когда вы сейчас стреляете вас не видно на миникарте в м в 3 вас будет видно на миникарте это опять же будет говорить о нам о следующем скорее всего механика будет такая же как вы за один то есть все сборки будут через глушеки для того чтобы вас не было видно на миникарте сейчас если что вас не видно на миникарте всегда если вы не начинаете стрелять под бэбкой и только в этом моменте вас может немножко раскрыть идем дальше у нас появятся клеммы соответственно разгрузки перчатки и боты они будут выполнять роль перков например у нас будет гренадер вес там overkill там infantry scout и так далее или например боты ниндзи вот такие вот они будут выглядеть кто-то говорит что такое же прессу сейчас есть в варфейсе или чем-то таком вот в целом в целом это просто будут предметы которые будут заменять нам перки но есть некоторые подробности например когда вы будете выбирать overkill то есть вот этот чест overkill овский то вы сможете брать два оружия например у вас будут full патроны но при этом вас нельзя будет взять тактическое летальное снаряжение это достаточно жестко вот например вы можете увидеть здесь боты тактические пады какие-то поставлены у нас есть видите интерфейс эти говоря очень сильно похож на интерфейс оригинальной игры ну то есть то что мы сейчас играем он очень сильно похож чуть-чуть только ну доработано может это флешка немножко изменили фраг гранату немного гранату немного изменили видим cx9 кстати говоря это по моему cx9 из warzone 1 rival 9 он будет называться прикольно прикольно вот так будут выглядеть перчаточки то есть вот они у нас вы тактикал комбат scavenger combat марксман глаус а сау глаус специалист глаус ну и соответственно каждый из них будет выполнять какой-то какой-то перк заменять какой-то перк идем дальше пушечки первые сливы пушечка тоже очень круто это у нас получается снайперские винтовки если вы знаете оригинальное название этих винтовок вы конечно можете нам написать их в комментариях я например вижу здесь как бы вот это как будто а x50 идем дальше у нас есть а и рачки уже а к 556 по ходу нас ждет та же самая судьба что и была с колд варом у нас будут по несколько одинаковых пушек калаш 556 у нас уже в игре присутствует и соответственно будет еще один калаш в варзоне это у нас что-то типа фамаса это какая-то опять наверно не знаю концептуальная пушка которую никогда в жизни никто не делал а это похоже немножко на scar это у нас похоже тоже на самом деле не знаю на что похоже идем дальше о пп шички пошли у нас лах 9 пп шичка вот так вот выглядит идем дальше узи шичка узи шичка это очень хорошо узи шкин данный момент в игре нет а это у нас м к на девятках м к на девятках хотелось бы увидеть потому что многие люди многим людям она вы за один нравилось идем дальше страйкер 45 пушка которая в мете никогда не была в оригинальном варзоне к сожалению и в принципе вряд ли она залетит в очередной раз но я надеюсь что они сделают меньше пушек которые будут бесполезны а кошаки решили меня подоставать поэтому один пришел сразу сюда а второй решил покопаться в толчке вот так же мы видим концепт макарова это у нас макаров вот он то есть это какой-то скин на макарова тоже можете заметить с каким-то жестким намордником они вообще типа полюбили скины с намордниками я заметил и везде их лепят где где вот он я вот он я ребята собственно на этом пока все да да не удивляйтесь это ребята все сливы которые только что пыли сегодня нами зафиксированы на самом деле уже хочется модерн warfare 3 потому что модерн warfare 2 конечно нас немножко разочаровывает особенно особенно мета которая сейчас неожиданно возникла после патча двенадцатого числа а это именно это дробольверы автоматический пистолет x13 кронин почему-то опять начал играться не знаю почему не знаю почему потому что они если что ничего в патчах написано не было но они снова играются это же особенно дробольверы это какая-то же себя подписываемся лайки приходим на стрим прямо сейчас будем будем обозревать между прочим весовы сегодня будут закрытой квалификации приходите покомментирую